Здравствуйте! В студии Город Плюс Кристина Орлова, организатор крупных городских мероприятий. Кристина, добрый день! Добрый день! В Петербурге, наконец-таки, приходит лето. Лето – это период крупных массовых мероприятий, фестивалей, опен-эйров. По вашему ощущению, что актуально в этом сезоне летнем? Какие фестивали актуальны? Конечно, фестивали или вообще мероприятия крупные для горожан, ну или для каких-то групп. Для горожан сейчас хорошая погода, и важно делать мероприятия массовые на улице, в том числе там в парках, на каких-то открытых площадках. Мы видели недавно, проходил фестиваль тюльпанов, где присутствовало очень много народу, больше, чем обычно, и только благодаря прекрасной погоде. Для Петербурга это очень важно, чтобы погода совпадала с датой мероприятия. Ну, понятно, что все организаторы УПНР всегда зависят от погоды, но все-таки, может быть, есть какое-то ощущение, что в этом году, например, актуальны музыкальные особенно фестивали, или вот фестивали еды, или вот все-таки в цветы все уходит? Не, не в цветы, но не знаю, можно ли рекламировать. Конечно. Скажу, что, естественно, у нас фестиваль ВКонтакте остается трендом нашего города, потому что, ну, собственно, я участвовала в первом фестивале, помогала в организации, и знаю, что это такое, сколько трудов стоит организаторам сделать такое масштабное событие, плюс сама концепция, идея, очень хорошее мероприятие. Поэтому я считаю, что это, наверное, самое актуальное мероприятие в нашем городе. Ну, потому что фестиваль ВКонтакте, в моем понимании, такой мульти-мульти-мультифест, здесь все. Да, да, да. Я все жду, когда будет фестиваль с таким же названием, только, не знаю, фестиваль Инстаграм, допустим. Ну, что-то же уже так или иначе делают для видео и для блогеров в стрит-арт-музее, я, как минимум, слышал, что подобные проекты были. Да, но вот именно фестиваль Инстаграма не было. У меня была идея сделать фестиваль Инстаграм, но это нужно достучаться до владельцев Инстаграма, чтобы они дали разрешение. Хорошо, уйдем от общего к частности. Есть ощущение, что последние несколько лет есть, ну, не то что социальный запрос, некое желание молодежи заниматься ивентами, организовывать мероприятия. Так ли это, и как вообще обстоит дело с вовлечением новых людей в отрасль организации мероприятий? Да, есть много молодежи, которая стремится участвовать, организовывать мероприятия. В принципе, сейчас молодежь очень самостоятельная. И каждый хочет там либо открыть свой бизнес, либо там уйти в ивенты. Либо кофейню, да? Да, да, либо кофейню. Не все понимают, что это на самом деле тяжелый труд, и кажется, что мероприятие – это всегда праздник, но по факту ты не можешь быть хорошим организатором мероприятий, если ты плохой предприниматель. Потому что организация мероприятия – это как открыть какой-то бизнес, причем в разных сферах, и постоянно открывать его, закрывать, открывать, закрывать, либо открывать и продвигать его на протяжении долгих лет. И делать его лучше, лучше и лучше. Поэтому тут нужно запастись терпением, и нужно… Я всем, молодежи советую, не идите организовывать там мероприятие, если вы его делаете первый раз. Сначала поработайте где-то в какой-то организации, крупной желательно, наберитесь опыта, а потом уже начните с чего-то маленького. Потому что только так вы сможете наработать какой-то опыт в данной сфере деятельности. Может, сначала надо поволонтировать на крупных мероприятиях, чтобы постоянить алгоритм? Это вообще прекрасно. Ну, правда, некоторые так остаются волонтерами. Но на самом деле волонтерство и различные общественные организации, они дают большой опыт для развития в сфере ивентов. Ну, хорошо. Допустим, я усредненный студент первого-второго курса. Мне очень нравится вот эта карнавальность организации любого мероприятия, особенно крупных опынеров в нашем прекрасном северном городе. Что надо сделать, чтобы обжечься как можно меньше, но понять, как устроена организация мероприятий? Я ведь правильно ли понимаю, что организовать любое мероприятие, будь то корпоратив, будь то фестиваль, примерно одинаково по технологичности? По технологичности, да, одинаково. Но просто есть... Нюансы. Это то же самое, что там организовать поход в кино с своими друзьями, да. То есть, чтобы собрать друзей, там, не знаю, там, 10 человек, и сказать, пойдемте все на один фильм, ну, наверняка соберутся всего трое из десяти. И по факту, ну, там, не все смогут в одно время или там в этот день и так далее, да. То есть, это уже считается организацией маленького своего мероприятия. И если брать второе, ну, там, более масштабную историю, там, есть мероприятия деловые, есть мероприятия фестивальные, есть мероприятия музыкальные, есть семинары различные, различные международные конференции, майс-индустрии. Ну, очень много различных сфер, в которых свадьбы те же, да, где можно организовывать, ну, побыть в этой организации. Просто нужно выбрать сначала сферу деятельности, которая вам интересна, и уже стремиться вот в этой сфере развиваться. Ну, например, как развиваться? Еще раз, к началу, студент захотел. Да, ну, я еще раз говорю, я все-таки за то, чтобы студент пошел работать в какую-то компанию по организации мероприятий сначала. Потому что, ну, можно много там что пытаться, но это все будет на уровне низком, пока ты не пойдешь в крупную компанию и не поймешь, как это все на самом деле устроено. Либо устроиться волонтером, да, в какие-то тоже компании, которые занимаются организацией мероприятий крупных, где тоже ты в этой индустрии побудешь, изнутри поймешь, как, что организовывается. Там другого выхода я особо не вижу. Там устраивать вечеринки, да, можно, но через некоторое время надоест, и все равно захочется какой-то новый уровень. А если заниматься самообразованием, есть ли какая-то литература или курсы, общедоступные, которые можно хотя бы АЗИ изучить? Я могу обучить. Хорошо. Как пойти к вам? Ко мне, ну, можно через Инстаграм. У меня есть Инстаграм Орлова Продакшн или Кристина Орлова Продакшн, личный бренд. Можно мне написать директ, и я смогу более детально рассказать, начать, куда идти. Ну, и, собственно, какие-то АЗИ по организациям мероприятия могу рассказать. Для того, чтобы структурировать человека. И мысли человека. И мысли человека, да. Но история в том, что все равно этого недостаточно, потому что именно в организации мероприятия нужен опыт. То есть нужно начинать с чего-то маленького и уже нарабатывать какие-то ошибки. Даже до сих пор я организовываю мероприятие уже 10 лет, но до сих пор какое-то масштабное событие, там везде бывают какие-то сюрпризы или там, не знаю, форс-мажорные обстоятельства, которые нужно решать на ходу. Поэтому в разной сфере деятельности, опять же, именно по мероприятиям, по разным, разный подход. Насколько в вашем личном опыте, верно утверждение о том, что организация мероприятия – это тяжелая зависимость? Тяжелая зависимость. Да, это тяжелая зависимость. Ну, то есть, раз встал на эти рельсы и... Ну, да, потому что, во-первых, это очень интересно. Во-вторых, особенно это интересно для мазохистов. Если вы начали организовать мероприятие, вам это нравится, это то же самое, что... Ну, во-первых, вы независим. Независим, да, то есть вы более свободный, чем человек, работающий, не знаю, там, менеджером по продажам. Да, то есть вроде как бы нарабатывая какой-то определенной связи и контакты, вы тоже становитесь свободным человеком. Но именно в мероприятиях вы охватываете, во-первых, ну, у вас больше охвата и больше интереса к этому. Мне нравятся мероприятия тем, что для меня это, как всегда, открыт новый бизнес свой и в разных сферах. Потому что я до сих пор, допустим, не понимаю, что мне интереснее фестиваль или там конференция. Но вот важно еще в нишу попадать и в целевую аудиторию. Важно, да, но целевую аудиторию ты уже можешь привлечь. Тут момент такой, да, то есть мне нравится организовать все, и музыкальные фестивали, и конференции. Ну, вот свадьбы пока не очень, а все остальное, да. И тут момент такой, да, что тебе ближе и что тебе интереснее. Мне больше, допустим, интереснее даже различное музыкальное шоу, потому что я сама бывшая певица, и мне как бы вот именно вот все, что творческое, да, какое-то мероприятие для меня ближе. Поэтому вот сейчас мы как раз занимаемся разработкой постановочного шоу, для того, чтобы уже в дальнейшем вам рассказать о нем и показать. Ну, если мы говорим про ваши проекты, я слышал, что в ближайшее время вы организуете форум молодежного предпринимательства. О чем форум? Да, то есть 3-4 июня у нас будет фестиваль молодых предпринимателей «Искра», собственно, который, организатор которого является государственным бюджетным учреждением Дома молодежи Санкт-Петербурга при поддержке комитета по молодежной политике в взаимодействии с общественными организациями. И вот данное мероприятие направлено на как раз развитие молодежи, потому что сейчас комитет по молодежной политике занялся социальными лифтами, и мы занимаемся именно помощью молодежи развиваться и помогать им выйти на какой-то новый уровень. Поэтому мы привлекаем различных спикеров, которые помогут им. То есть мы разделили фестиваль на несколько аспектов. Это продвижение, личностный бренд, это история успеха и это карьерный рост. Кто будет из спикеров? Уже известно? Или хотя бы пару фамилий? Заманите людей. Заманите. Но мы как раз хотели позвать, ну, точнее, уже позвали с рекорда ребят, которые расскажут про свой опыт в организации мероприятий и про то, как... Потому что, ну, это считается самая крупная компания у нас, да, которая вот организовывает фестиваль ВКонтакте и Сенсейшн, и другие мероприятия. Далее мы позвали с Дела Петербурга бизнесменам, которые расскажут про историю успеха, историю своего успеха личностного, как стать миллионером. И, собственно, мы позвали различные крупные компании, там, Сбербанк, из Газпрома представители, которые, собственно, также расскажут, как у них получить стажировку, как выйти в топы, и как, ну, вообще, с чего начать для того, чтобы молодежи, да, как бы вырваться на новый уровень и занять топовые места в жизни. В заключении, как узнать о форуме и как на него попасть? Как узнать? Узнать можно, ну, собственно, на сайте, можно в Яндексе набрать, искра, искра, искра.ком. Собственно, у нас уже пятый фестиваль, и можно будет зайти на сайт, зарегистрироваться, мероприятие бесплатное, и прийти в пространство Артмуза 3-4 июня. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Уверен, что в этом году фестивалей будет особенно много, все-таки хочется верить, что опыт прошлого лета повторится, будет вновь тепло и в нашем прекрасном северном городе, ну, и с радостью будем посещать ваше мероприятие. Спасибо. Мы ждем вас вновь в гости. Спасибо. Сегодня в студии «Город плюс» была Кристина Орлова, организатор крупных городских мероприятий. Кристина Орлова, организатор крупных городских мероприятий. Продолжение следует...